И в этом видео сделаем макрос для работы с датчиком давления температуры SI7021. Для начала то, что я давно уже не делал, по вполне естественным причинам, это рассмотрим, как работать с этим датчиком с помощью обычного компонента I2C мастера. Ставим I2C мастер, выбираем контроллер, указываем частоту. Данный тест я буду проводить в протеусе, а не в железе. Быстренько покажу, как использовать информацию из документации по общению по I2C линии, для работы с каким-то устройством с помощью простого I2C мастера. Потому что далее я возьму кастомный компонент, в него сделаю вставки на SI, создам макросы, которые будут делать то же самое, что я сейчас покажу, но они уже будут внутри. И для новичков это может быть непонятно. Я уже давно так не делаю, не показываю, потому что с каждым видео я двигаюсь вперед, я сам узнаю что-то новое, начинаю применять какие-то более легкие решения, и в том числе это изготовление вот таких вот макросов. То есть для кастомного компонента импортируем нужный макрос и с ним почти просто работаем, без вот таких вот больших записей. Ну а сейчас давайте вспомним. При включении небольшая пауза, определяем адрес устройства на линии. Из документации напоминаю, что для чтения вот у нас адрес, и младший бит обозначает, что мы будем делать, читать или записывать. Если читать, то 1, если записывать, то младший бит равен 0. Инициализируем I2C Master, и далее давайте прочитаем модель нашего датчика. Вспоминаем документацию. Start, адрес устройства, младший бит равен 0, 0xfa, 0x0f, далее опять Start, без стопа. Адрес устройства, младший бит равен 1, читаем 1 байт, SNA3, который мне нужен. Остальные не читаем, сразу посылаю команду Stop. Все то же самое мы здесь и делаем. Команда I2C Master, Start, далее TransmitByte, указываем байт равный адрес в write, который мы указали ранее. Еще 2 байта FC, C9. Ой, да, я не то указал в документации, я показал для чтения SNA3, а нам нужно SNA3. Поэтому указываем здесь 0xfc и 0xc9. Читаем байт SNA3, в котором содержится марка датчика. Fcc9, снова команда Start, отправляем байт, адрес read, и принимаем ReceiveByte. Мы принимаем только 1 байт, поэтому ставим здесь цифру 1, что он будет последним, больше мы читать не будем. Если бы мы хотели прочитать 2 байта, то в этом случае мы здесь пишем 0, прочитали первый байт. А в следующей команде мы бы здесь указали 1, что это последний байт, который мы хотим прочитать. И присваиваем полученные значения некоторой произвольной переменной. Прочитали, команда Stop. Все, после выполнения этих команд переменная msmb должна получить значение 15 в 16-ричной системе отчисления. Небольшая пауза, едем дальше. Записываем в регистр настройки, вспоминаем, вот у нас запись. Читать этот регистр, наверное, мне не понадобится, но не знаю, буду делать макрос или нет. Для записи старт, адрес устройства, запись, команда из таблицы для записи в регистр и отправляем байт, который мы хотим записать. Команда Stop, старт, адрес write, отправляем из таблицы байт 0xE6 и отправляем то значение, которое хотим записать. В моем случае старший и младший бит равен 1. Смотрим, что у нас. Так, старший это рез 1 равен 0 и рез 0 равен 0. То есть устанавливаем 11-битное разрешение для влажности и температуры. Нагреватель выключен, больше ничего не используем. Команда Stop. Задали настройки, теперь мы начинаем просто циклически опрашивать датчик, получать необходимые нам данные. Пауза 500 мс, старт, адрес write, 0xF5, отправляем команду для чтения давления, no hold режим, без удержания линии, 0xF5, команда Stop. Затем выдерживаем паузу, в течение которого происходит измерение. Ее длительность зависит от разрешения, которое вы установили на датчике. И затем начинаем читать. Команда Start, адрес read. Здесь переменную темп я еще выводил, экспериментировал, не надо ее выводить. В таком случае отправляем адрес read и получаем обратно 2 байта данных. Первый MSB, указываем здесь 0, потому что мы хотим прочитать потом еще один байт. Получили старшее значение. И следующий байт, также присваиваем значение lsb, другой переменной. И говорим, что это последний байт, который мы будем читать. Команда Stop. Вот мы получили 2 байта данных. Из них по документации рассчитываем значение влажности. В данном примере это целочисленное значение влажности, поэтому будет некоторая потеря данных. Где-то 0,4-0,5% влажности я потеряю из-за того, что не использую переменную с плавающей точкой. Из 2 байт получаем одно число типа integer. Переменная temp типа long, потому что она будет у нас большое здесь. То есть старшее значение, потом мы его сдвигаем на 8 разрядов влево и прибавляем младшее значение. Получили 16-битное число. И затем по документации умножаем на 125. Потом надо разделить на вот это число. Это 2 в 16 степени. Поэтому я выполняю вот такую операцию. Сдвиг на 16 разрядов вправо. 2 в 16 сдвигаем на 16 разрядов вправо. Это деление на указанное число. И в конце temp минус 6. Готово. Присываем переменный rh. Значение этой переменной. Мы получили влажность от датчика. И затем отправляем команду на чтение температуры из предыдущего измерения. Start, address write. Значение из таблицы. Restart, address read. Читаем 2 байта данных. Команда stop. Здесь уже я использую переменную с плавающей точкой. Для более точного расчета температуры. Но будет скорее всего в макросе 2 варианта. С плавающей точкой. Для получения максимальной точности. И целочисленная для экономии места в памяти контроллера. Потому что есть намерение использовать этот датчик с оттене 13. Таким же образом преобразуем 2 байта в одно число типа integer. Складываем. Потом переменная типа float. Присываем это значение. И уже работаем с обычной переменной с плавающей точкой. И с документацией умножаем на 175.72. Делим на это число. И потом t минус 46.85. Получаем результат измеренной температуры. Итого, что мы должны получить после включения питания. Мы должны опросить датчик и получить значение. И переменной MSB должно присвоиться значение о типе модели. Затем небольшая пауза и запись в регистр управления. И затем должны получать, что переменная RH это текущая влажность и переменная T текущая температура. Все компилируем. 2 килобайта с учетом использования переменной с плавающей точкой. То есть код будет еще меньше без нее. И спокойно влезет в оттене 13 по идее. На схеме от MEGA328P к линии I2C подтягивающие резисторы подключаю датчик SI7021 и I2C дебаггер. Нажимаем на play и смотрим показания. Пауза. Проверяем, что у нас здесь. Первая команда на проверку модели датчика. Получили мы вот ответ 15. Можно раскрыть. Видим команды start, потом отправили 80, потом fc, потом c9. Потом сделали. Тут написано, что restart, но мы делали просто start. Потом команда на чтение и ответ от датчика получили 15. По документации 15 это и есть наш датчик SI7021. 0x15. Команда stop. Далее отправляем в регистр настроек значение 81 и поехали опрашивать датчик. Отправляем команду на старт измерения давления 80. Adress write. F5 команда. Команда stop и вот через 20 секунд, видим здесь время, мы отправляем команду чтения и получаем 2 байта данных. Это bd и 0.2. Сейчас показывать не буду. Кто хочет, может проверить, что если применить те математические операции, то из этих двух байт мы получим текущее значение влажности. Видим 86,5. Так, влажность это у нас rh. Переводим unsign и видим здесь значение 86. Далее переходим к измерению температуры. Посмотрим, что он покажет. Так, вот мы получили давление. Теперь отправляем команду на чтение температуры предыдущего значения. Так, он ответил нам 80d0. Сразу, то есть ответил. Сейчас проведем эксперимент. То есть здесь мы получили реальную температуру уже и также рассчитав ее и используя переменную сплавающую точку, мы получаем, что температура у нас вот равна 4156. То есть смотрим здесь, видим 41,6. Давайте маленько поиграемся со значениями. Так, 86 данные есть. Смотрим на WatchWindow. Это нам не надо. И измеряем, допустим, влажность. Поставим 80. Видим здесь 79. Прибавляем потихонечку. И на 80,4. Нет, выше. Вот, 85. Из-за того, что я не использую переменную с плавающей точкой, часть значения теряется. Но, думаю, не так критично. И мы получаем вот такое значение. И так далее во всем диапазоне. Измерение влажности работает. Далее переходим на изменение температуры. Давайте понизим ее до 40. И здесь, благодаря тому, что используем переменную с плавающей точкой, результат довольно точный. 39,98. Ну, таким образом работают команды. И теперь давайте сделаем так. Мы отключим чтение давления. Старт, стоп. Вот так вот. Это мы отключаем. Остается только чтение температуры из предыдущего измерения давления. Посмотрим, что покажет датчик. Компилируем. И смотрим. Да, вот видим, что он возвращает нам нули, потому что предыдущего измерения давления не было. Или то же самое. Давайте мы его включим, но вынесем за этот цикл. Включить и вынести вот сюда. То есть в цикле будет только опрос предыдущего показания температуры. В этом случае мы должны получить следующее. В момент старта произойдет измерение давления и измерение температуры. Все правильно. Где она? Вот видим, получили температуру 41 градус. Все верно. Но теперь, если я начну изменять температуру, то она у нас меняться не будет. Потому что не было измерения давления. Вот и все. Это основные операции по работе с этим модулем. Напрямую используя TC Master. Что у нас здесь? Измерение давления. No Hold Master. Используем. Измерение температуры. Не вижу особого смысла, но в макросе, скорее всего, сделаю. Такой же принцип, как и для измерения давления. То есть дать команду Start, выдержать положенное время, там 20 миллисекунд. И опросить снова датчик получить реальную температуру из текущего измерения. Но гораздо быстрее и удобнее использовать именно из предыдущего измерения давления. Получать таким образом. Ресет модуля. Не знаю, может быть пригодится. Сделаю макрос или нет. Посмотрим. Запись в регистре используем. Чтение регистра использовать смысла нет. Запись, нагреватель, регистр. Также использовать будем когда-нибудь. Читать его, я думаю, смысла нет. Читаем 1 байт из вот этого пакета. И это мы не читаем, не читаем. Вот и все. И вот таким образом получился макрос. Кастомный компонент для работы с датчиком. Ставим I2C Master. Настраиваем там подключение при необходимости. Настройки, частоту и прочее. Ставим кастомный компонент. Заходим в кастом код. Выбираем импорт. И импортируем макрос SI7021. Здесь в самом простом варианте ничего делать не нужно. Если у вас два мастера I2C, то тогда нужно будет изменять здесь 0 на 1 или на 2. Ну и так далее. Но обычно ничего менять не нужно. Стандартно здесь все. Обозначил адреса и создал макросы. Внутри макроса все то, что я сейчас показывал до этого. Обращение к датчику по I2C, получение данных и расчет новых значений. Рассматривать их подробнее не буду. Что мы делаем? I2C и NIT обязательно в самом начале программы. И далее используем макросы. Ставим макрос компонента. Заходим, выбираем Custom 1. И выбираем нужный макрос для работы с датчиком SI7021. Прочитать давление целое число байтовое. Прочитать давление float, перемены с плавающей точкой. Прочитать давление float, это обычное. Так же как и давление, можно вызвать в любой момент. И займет оно около 20 миллисекунд. Ну пока я поставил стандартную везде паузу 20 миллисекунд. Независимо от выбранного разрешения датчика. Скорее всего так и останется. Но просто с железом еще проверю, хватит ли этих 20 секунд для всех режимов измерения. Далее два макроса. Read last temp, то есть то что я рассмотрел, более короткий вариант. Выводит значение температуры из последнего измерения давления. В виде целого числа, кроме отрицательных. И вывод перемены с плавающей точкой. И еще три макроса. Это записать в регистр. Единственный. Указываем здесь разрешение необходимое. От 0 до 3. Согласно документации. И нагреватель включен, либо выключен. Heater on. 0 выключен. Если единицу написали, то он включен. В write heater. Регистр нагревателя от 0 до скольки там значений. Не помню. И последний макрос. Прочитать модель. Сделал также этот макрос на всякий случай. Вводит переменную байтового типа. Определяет модель нашего датчика. И на таком принципе работаем сначала. Custom 1. Read модель. Присваиваем значение переменной MSB. Далее задаем разрешение в write register. Указываем разрешение 11. Ух ты, ничего себе. Я тут написал 11. От 0 до 3. 3. То есть ставим обе единицы. И нагреватель у нас выключен. К нагревателю мы сейчас вернемся. То есть таким образом им управляем. Макрос в write heater задает ток текущий через нагреватель. Почему-то если его здесь в протеусе включить, то не идет общение с модулем. Не знаю по какой причине. Поэтому нужно проверять в железе. И также если нагреватель включить, то есть здесь поставить единицу, то он показал мне температуру на 1 градус выше примерно. А может это он нагрев включил таким образом? Ну сейчас попробуем. В общем это будем проверять уже детально в железе. При необходимости использовать в макросе замерение температуры независимого, выводим переменную с плавающей точкой. Но в данном случае его использовать не буду. Основной цикл. Пауза 500 миллисекунд. Макрос read pressure float. Выводим переменную с плавающей точкой R. То же самое. Прочитать температуру float. Переменная T. Давайте посмотрим, что у нас получится. Компилируем. И получаем размер 1600 байт. MSB получили 0.15. То, что нужно. Далее это влажность и температура. Смотрим. Влажность 84,7. С разрешением выбранным. Давайте начнем увеличивать. И вот он перескочил. Ну то есть нормально, влажность измеряет. Переходим на температуру. 10. Поднимем до 15. Температура 15. Все нормально. Переменную с плавающей точкой мы получаем. Так и размер программы был 1.5 килобайт. 1.6. Теперь давайте в виде байтового числа будем выводить допустим MSB и температуру LSB. Компилируем. Проверяем. 1 килобайт памяти. Посмотрю, что с этим можно сделать, чтобы вместить программу ватине 13. Надеюсь получится. Добавляем сюда переменные MSB и LSB. И смотрим, чему они будут равны. Видим температура 14. Влажность 84. Пробуем температуру изменить. 15 показала. Но опять же на 0.4 градуса она как бы отстает. 0.3. 0.4. Влажность смотрим. 85.3. Да, вот 0.3. 0.4 градуса. Как бы опаздывает здесь значение. Но в принципе все измеряет, все показывает. И давайте попробуем включить нагреватель. Хитр он. Так. А я все равно нагреватель-то включить не смогу. Ну давайте тут поставим. Включили. Окей. И в симуляции что мы увидим? Что температуру показывает 17. Если уменьшу, то вот 16. То есть примерно на 0.8 градусов он показывает выше температуру. Выдает, чем реальные показания датчика. Но вот к сожалению, включить нагреватель видимо не получится. Потому что у меня не запускался. Проверяем. И да, видим показания у нас не меняются. Тут мы ничего не получаем. Вот такой макрос для работы с датчиком давления и температуры SI7021.